Здравствуйте, в эфире программа 13 этаж, с вами Артемий Завардин. Сегодня мой собеседник, почетный особый гость, это почетный гражданин Архангельска Павел Балакшин. Павел Николаевич, рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Павел Николаевич, ваша жизнь это история успеха простого парня из деревни, который добился невероятных профессиональных высот. Вот вы стали первым архангельским губернатором, были мэром Архангельска с высоты прожитых лет, с высоты большой даты, большого юбилея. Как вы оцениваете свой политический путь? Я часто, когда меня спрашивают, я часто об этом говорю, что мне просто в жизни очень повезло. И случайно я книжку писал, я счастливый человек, что простой деревенский парень, не было никакого у меня протаже, не было никакой руки, собственным трудом, собственными знаниями, навыками, опытом добивался этой работы. На какой бы участок меня не ставили, а раньше все время назначали, ставили, по рекомендации там горкома, подкома, в комы. Я всегда с честью, по-моему старался честно, да, просто совестно работать. Меня замечали, передвигали по лестнице. Вы не поверите, но я хочу сказать, что, вот сегодня сказать, палок такой, я прошел от рабочего, от слесаря до губернатора, сенатора, бэра, члена президентского совета. Это ж такой большой славный путь. И я сам сейчас удивляюсь, как это мне удалось. Вроде я не карьерист, я никогда не добивался, чтобы не ставить целью, что мне надо обязательно быть завтра начальником цеха или главным инженером. По жизни так получалось, наверное, у меня где-то там сверху звезда какая-то есть, которая меня вела. Звезда имени Павла Балакшина уже, я так понимаю. Павел Николаевич, вы сказали о книге «Я счастливый человек», и в ней нашло отражение и тот момент, связанный с отставкой воздолженности губернатора. Что тогда произошло, что тогда случилось, как вы сейчас это объясняете для себя? Я могу сказать, много фактов сложилось. Знаете, когда бывает все время такая вот ситуация, что в одну точку все скапливается, скапливается, и наконец усталость металла наступает, лопается, ломается. Моя причина очень простая была. Во-первых, если вы за мной все, а вы, я знаю, наблюдали, то я не считался авторитетом, если они неправильно говорят, или нам неправильно делают. Поэтому не случайно, ведь я же и на президентском совете выступал, не согласен с политикой Ельцина. Прямо в глаза ему говорил. На заседании правительства, когда Чернобыль не начитывался, я вообще сразу сказал, что «Виктор Степанович, мы где находимся? На плену МЦК или на заседании правительства? У вас все хорошо. А у нас, примерно, на территориях совершенно другая картина. На 30% вся лесная отрасль в России упала, на 30%, вдуматься только надо. На 100 миллионов нефти меньше добыли в этот год, а на 150 миллионов на экспорт отправили больше, потому что выгодно было олигархам. А в результате Карелия, мы в Архангельской области сидели без музыки. Такой был период, что хоть, я не знаю, что угодно делать, хоть область замерзла, на полсуток оставалась мазута. Как можно спокойно сидеть на заседании правительства и говорить, что «Все у нас хорошо, все прекрасно». Я говорил то, что есть на самом деле. Это, конечно, потому что, когда вышли на перерыв, некоторые сказали, что «Ты набитый дурак, ты подписал себе приговор». Я говорю, ну что ж, подписал, так подписал. Другие подошли наоборот, молодец, хоть один нашелся смело сказать. Такие вещи не забываются, они записываются, зажимаются. Ну, а самое основное, конечно, это то, что началась тогда уже предвыборная кампания президента. И создавались так называемые штабы. Кстати, мы в тот день создали штаб, я был председателем. Когда меня сняли. А причина в том, что был такой представитель президента Кривну, вы его даже помните, который писал почти ежедневные доносы в контроль управления президента, что пока губернатором Буэр Балакшин, Ельцин в Архангельской области не победит. Ну и вот тогда, какую причину нашли. Хотя перед этим было заседание, проводил тогда это самое, Шахраев был зампредседателя правительства. Архангельская область, наоборот, ставила пример, что все-таки нормальная возвращаемость кредитов, нормальная и так далее. Но очень плохо в Нининском округе, на Архангельской области. Это объект самостоятельный, поэтому при чем тут Балакшин? Ну вот так случилось, понимаешь, самое. И когда нужно было какую-то жертву под колеса бросить, такого в первую очередь, конечно, Балакшина, потому что слишком много язык распускает, слишком много критикует, говорит, правду говорит. Вот поэтому я считаю, что очень много сложилось таких обстоятельств. Хотя я до сих пор уверен, что Ельцин указывает даже, или он его не подписывал, либо он его, понимаешь, самопоставили в оксимиле. Потому что не может быть, я Ельцина знаю очень хорошо, в заседаниях везде, в совещаниях всегда был, он свои слова никогда не отменяет. Если он сказал «люмень», значит «люмень», все. А тут вдруг через некоторое время, прошло два месяца, указ отменяют, и через некоторое время меня награждают орденом за услуги Переотечества. С критикой сегодня многие относятся и к тому, что происходит в отрасли лесного хозяйства, дерево переработки. Многие предприятия закрываются, обеляются банкротами, в то же время предприятия есть те, которые развиваются. Вот по-вашему, почему так происходит? Заметим такой эпизод. Вот мы сейчас увлеклись биотопливом, биотопливом, биотопливом. Это хорошо, это экология. Но если переводить деловую древесину в щепу, и потом ее сжигать в котельных, это мы сжигаем доллары. Надо сжигать отходы производства, которые от лесопиления, которые в лесу остаются вершинки, там, в елки. Вот это надо сжигать и делать из него щепу и сжигать. А когда я сам целлюлозник, понимаешь, я понимаю, что если, понимаешь, кубомед – это деловая древесина, переработать на целлюлозу, она стоит 370-400 долларов, а щепа стоит 60 рублей. Разумность должна быть во всем. И отходы должны быть все утилизированы. И соблюдалась, чтобы технология и экономика. Еще раз повторяю, из щепы делать целлюлозу – это гораздо выгоднее, чем из щепы делать топливо. – Вот сколько у нас было лесозаводов в ранечное время в Советское, на которых работали наши бабушки, дедушки, родители. Сейчас их, ну, фактически нет. Почему такая ситуация, по-вашему? Это создалось не сейчас. И не теперь лишь на правительство виноватого. И даже не перед ним, которое правительство было. Это виновата мою бытность, когда я был губернатором, когда развалились все связи, а самое главное не это. Самое главное, если вы знаете, что лесной отрасли всем предприятиям, особенно заготовительным, давали льготные кредиты. Вот, допустим, дают им осенью кредит, они заготавливают древесину, сплавляют, перерабатывают, получают прибыль, и потом рассчитываются с банками, дают этот кредит, восполняют. Пришел министр такой, сейчас я уже забыл, который в отраслях, наверное, мало что лесной соображал. Он полностью отменил льготы. И льготные кредиты. Сказал, почему лесники должны получать льготные кредиты, а остальные нет. И ввел, чтобы брали на общие основания все. А какой лесопровохоз тогда кредит был по 200%, помните, 200, даже до 400%. Какой лесопровохоз? Шалакушки, да любой лесопровохоз мог взять такой кредит. Это же самоубийство. Естественно, все, работа вся приостанавливалась, нерабочих мест, не стали заготовлять леску, селезные предприятия стали без сырья, не было, нету прибыль, нету в казине денег в области, забастовки, зарплаты, то есть замкнутый цикл. Вот что значит, когда управленцы неправильно принимают решение. Ведь самое главное, эти лесопровохозники, они ведь не милости напросили. Они просили на какое-то время, понимаешь, на сезонную заготовку древесины. То есть покон веков было, с 17-го года. Ну вот, это качество сложилось. Так что отсюда и пошли, все лесопровохозы были брошены. Все деревни, понимаешь, остались люди без работы. Даже узкокорейки разобрали, шпалы, понимаешь, сожгли и так далее, потому что нечем топить было. Поэтому люди все бедные, разбежались. Это такая трагедия для нашего народа. Павел Николаевич, вам сегодня кажется, есть ли шансы у лесной отрасли у нас в регионе, в Архангельске, восстать, скажем так, из пепла? Нет, ну шанс всегда есть. Если бы не было шанса, тогда и не за чем жить, шанс есть. И тем более, я знаю, не только старые лесопровохозы или там старое предприятие восстанавливается, но и новое. Вот все сейчас говорят, ну вот, Соломачка, комбинат, все, показал долго жить. Ну так, наверное, ведь это уже так. Ну и жизненно, наверное, так, потому что раз его не реконструировали столько этого, моральный, материальный износ. А самое главное, еще не это, самое главное, что он выпускал целлюлозу, небелленную целлюлозу, которая не находилась, быт был только в Китае. Они сами настроили предприятие, им не стало, не нужна эта стала целлюлоза. Поэтому сбыта предприятия не было, и все это вместе взятое, конечно, так сложилось. Но зато взамен, то не целлюлоза, лесное предприятие, тоже в Устьянах целый лесопромышленный комплекс возник, и не только перерабатывает, но и восстанавливает лес, там целый производство пущено, чтобы восстанавливать лес. Вот это, так называемый, технологический процесс, то есть сырье, это самое восстанавливается, но его надо просто посадить. Потом еще есть другие предприятия, которые восстанавливаются. Так что шансы есть, и я думаю, что если так дальше пойдет, то лет через 5-7, снова назвать лесопилку и Архангельскую область не назовешь, наверное. Но то, что она займет ведущее место в России по выработке пиломатериалов, циррелозы, бумаги, картона, это точно. Павел Николаевич, вас называют честью и совестью Архангельска, но вот сегодняшний Архангельск вам нравится? Нет ли желания сказать остановитесь, что же вы делаете? Так нельзя. Вот с точки зрения, например, обустройства городской среды, что нужно сделать, чтобы Архангельск радовал, да, горожан, чтобы не уезжала молодежь? Если бы я сказал, мне все нравится, то я вот как раз говорю, что я честен, я бы покривил свою совесть, свою честь. Не все нравится, не все, честно, откровенно скажу. Много нравится, хорошо, что саморазвивается, но я никак не могу понять, почему на набережной строят эти небоскребы, на самой непосредственно набережной, вот у кромки воды. Кому это нужно? Что у нас места нет, что ли, было? Это первое. Второе. Построили Московский речной вокзал. Идешь, душа радуется, как кораблик стоит, вокзал, превратили его, понимаешь, сам базар в рынок. И на этом месте давайте рядом закроем и давайте строить вокзал. Я категорически, если бы был мэром, то даже подумать бы никому не дал на это, чтобы тут можно достроить такую ерунду. Но факт, и следует факт. Поэтому мне тоже, конечно, очень не нравится. Мне нравится, сколько раз я поднимал, потом уже и Медведев два раза говорил, дворцы спорта, ведь дворец спорта про союзов, объявляет дворцы спорта про союзов, выставка, шуб, выставка. Дворец спорта предназначен для спорта, там должны развиваться молодежь, дети наши, а мы делаем там выставки, шуб, какие-то всякие, рынки, базары. тоже не нравится. Владимир Николаевич, кстати, мы на федеральных каналах, я имею в виду Архангельск, очень часто звучим в негативном таком контексте, в каком-то таком отрицательном. Вот как вам кажется, почему так происходит? Это в первую очередь зависит от вас. Пресс, смотря, стоит одно камешек кинуть в огород, и потом ее полгода будут путируть, повторять. Я, например, считаю, что наша область, она ничуть не хуже и не лучше, допустим, чем других, там, Вологодская, Мурманская, но у каждой своей области есть какое-то изюмин. Есть изюмин. Естественно, что-то в этой области лучше, что-то у нас лучше, но та картина, которая сегодня и в России, и тогда складывалась, не может быть одна область передовой, а все остальные, я понимаю, что самое. область сегодня та выглядит лучше, у которой очень большая промышленность. У нас одна лесная отрасль, да, оборонная. Оборонная отрасль, она сама на себе работает, а лесная отрасль, как вы знаете, мы только что говорили, она еще пока не вышла на тот уровень, который был. 60% бюджета давала тогда лесная отрасль, 30% военка, остальные все остальные. А сегодня она дает от силы 25-30%. Вот весь результат. поэтому ругайтесь, что тут что-то руководство не дорабатывает или еще. Время такое. Я знаю, что летнее время вы с удовольствием проводите на даче. Да, я без вылаза живу, да. Какой урожай планирует собрать в этом году Павел Валахш? Ну, я никогда не считаю, да. Во всяком случае, овощами, картошкой, я, по сути, ела три семья обеспечиваем, и так же. Нормально. Все есть. Спеколка, морковка, значит, самое, укроп, редька, хрен растет так бодрый, понимаешь, огурчиков, помидорчики, яблок много. Павел Николаевич, спасибо вам большое. Удачи, всего доброго. До новых встреч. Это была программа «13 этаж». С вами был Артемий Заварзин. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова